Так-так-так, сейчас поглядим. Всем сталкерам здорово, меня зовут Артём, вы на канале КастНК Плей, и мы продолжаем играть в этот Дольчан Кабаны. Итак, тут у нас квесты интересные, и мы сейчас пообщаемся и возьмём их. Один мы уже взяли, один мы уже взяли, а второй вот сейчас у мясника посмотрим, что тут интересного в баре. Так, это барахолка, брат, тут обычно сталкеры собираются и всяким барахлом приторговывают. Кого что гораст, кто во что гораст, отсюда и пошло такое название. Понятно, а ты чем занимаешься? Готовлю, разливаю, и всё в этом духе. Короче, повар и бармен в одном лице, но я больше охотник по своей натуре, могу о мутантах рассказать. Мне бы, тюк, мне показалось, мне бы бабу, мне бы работу найти, есть какие-нибудь задания? Да полно. Можешь тех же мутантов пострелять или местные дета с делами помочь, например. Кстати, наши сталкеры недавно туннель один исследовали, а там нашли вход в лабораторию. Неужели? На свалке. Обалдеть. Было бы интересно узнать о ней поподробнее. С удовольствием пойдут, с удовольствием, просто на свалке, лаборатория, та, в том туннеле стопудово там, где тут паровозик. Чух-чух-чух. Расскажи об этом месте. Да что рассказывать, место здесь не особо приятное. Адиация хоть с задницей жри. Да уродов всяких полно, вроде долгарей и бандитов. Ну а достопромечатель... Сколько, блин, тут букв в этом слове. А достопромечательности, как же? Барахолка, можно сказать, здесь главная жемчужина. А остальное к северу дело... А, к северу депо есть железнодорожье. Туда... Чёрт, блин, нос забитый. Туда не суйся, там бандиты лагерь отстроили. И ещё севернее прямая... прямая дорога в бар. Там как раз пост долгарей стоит. Рядом здесь, возле выхода на кордон, есть подстанция какая-то. Но туда не суется никто. Место там гиблое. Да, аномалий полно. Да, кстати, у нас тут рядом аж целых три аномальные зоны. И одна из них, к сожалению, в самой подстанции. Там электры повсюду искрят. Места эти сталкеры облюбовали и никого к ним не подпускают. Правда, бандитам того и не нужно. Они уже сюда не добывать артефакты пришли, а воровать у тех, кто их собственно и добывает. Поэтому место у них такое стратегическое, выгодное. Но есть там подход к бару. Ну а зверьё там покладистое. По крайней мере на поверхности. И если в подстанцию не лезть. Тоннель есть один, в который железка из депо ведёт. И чёрт его знает, что там. Но бандиты туда вообще не лезут. Вот чую я, что там такие образцы местной фауны собрались. Эх. Интересно. Слушай, а работа у тебя какая? О, чётко. Мясо плоти. Слушай, а у меня что у нас? Мясо плоти есть. Сто пудово. Мясо слепой собаки. Мясо кабана. Мясо плоти. На. Восемь. Просто есть всё. Пять тысяч. Так, красавчик. Красавчик. Вон, красавчик. Я... Так, стоп. Сколько у меня? А, тю. Нормально. Репутация среди торговцев теперь ноль. Зашибись. Так. По-моему, я читал, что здесь просто бах с этой репутацией. Ну, то, что показано по нолям. На самом-то деле здесь она поднимается. Но толком не узнать сколько. Так, ну что. Работа, конечно, мутанты. С удовольствием. Ещё. Мясо плоти. Снова. Эм, стоп. Что? Прости. Чёрт поделить. Тринадцать штук. Ну ладно, мы найдём. У нас всем уже есть. Осталось. Кстати, а по сколько ты берёшь? А, дёшево. Жаль. Очень дёшево просто. Просто копейки. Жалкие копейки. Шкура-кабана тоже копейки. Так, а есть хорошая работёнка для охотника. Ты ведь охотник, верно? Держи краба. В общем, нужно зачистить одну из мусорных куч от зомбей. Координаты скину тебе на КПК. Готов? Конечно. Возвращайся, когда будешь готов. Когда будет готово. Так. Нужно провести долгарей по окрестностям свалки. Ух ты. Они выполняют какие-то заказы учёных. Людей у них мало, поэтому кто-то должен прикрывать спину. Берёшься? Конечно, чёрт подери. Только... Что там ещё? Хуй. Сколько тут квестов. Ха! Класс. Обожаю тебя, мизничок. Так, слушай. Пойду-ка я закапываю носик или чё-то типа того. Что-то, не знаю. Промой его с содой, блин. Бо, что-то туговато так вот. Шмыгаю. Мы, короче, сейчас вернёмся. А ты никуда не уходи. Мы пойдём сейчас по квестам. Очень интересным. Надеюсь, когда все квесты здесь завершим, мы вынесем. Конечно же, я думаю, что у нас будет достаточно денег, чтобы приобрести нормальную броню. И, возможно, найти какой-то, не знаю, автоматик что ли. Потому что... Ооо, скоро у меня не будет дробовичка. И патрона у меня, кстати, нету. Поэтому придётся либо купить у него. Понятно. Набор для рожи. Диазепам. Нет, спасибо. В туалет я не хочу. Так. Ну, что ж. Денёв у нас почти хватает. Однако, перезагрузить стоит. Потому что ассортимент, по идее, должен обновиться. Ну, как это обычно бывает. Потому что, что это такое? Что это такое, чувак? Что это за ассортимент? Где дробь? Первый раз, когда мы к нему зашли, мы просто увидели клондайк. А теперь мы ничего не... Ну, в общем, я перезагружусь и мы вернёмся. Итак, мы продолжаем. Однако, при перезагрузке у меня произошёл вылет, как ни странно. Хорошо, что сейф в нормальном состоянии. Я смог перезагрузиться. Так. Ну, у него хоть появилась дробь. За что ему огромное спасибо. Потому что... О-о-о-о. Не, это слишком дорого. В два раза дороже. Ну, хоть как-то. Хоть что-то. Это пойдёт. Итак, мы возьмём ещё работу. Конечно. Сопроводить долгарей. Кстати, интересно, где они сейчас? Дождаться ночи. Так, долгари у нас... Что? Чёрт, поделив. Какого хрена они там делают? Прикол в том, что их сейчас убьют. И я не смогу им помочь. Какого, чёрт подери, дела делают они там на этом депо? Они же все сейчас погибнут. Я же не успею к ним подбежать. Потому что, ну, я уже всё, потух. Где там вода моя? Поклятая вода. Так, ну, я вон туда бегу. Видимо, тут расширили. Класс. Нет, правда. Класс. Ну, что я, по-моему, подделать? Ну, перезагрузиться. Потому что это было как-то, ну, вообще нечестно. Потому что репутация уменьшилась. И, по идее, как бы, всё стало дороже. Ну, тут, ребят, так дешевле. Там, ну, всё такое. Как ещё влияет репутация? Я хз. О, нормально. Так, сразу сохранимся. Хорошо так. Вот я не знаю. Давай ещё раз возьмём и посмотрим. Нет, это не пойдёт. Так, неправильно они сделали. Они появляются в депо, где их просто расстреливают. Что я могу сделать? Сперва нужно к ним подбежать. Пока я это... Я только вышел с бара, и мне сразу говорит, что задание провально. То есть их уже убили. Я тупо не успеваю. Я тупо не успеваю. Мякотка в том, что, судя по олухам, там имеются разные запутанные коридоры. Блядь, слухом, а не олухом. Я же не пойму, что, каким ещё олухом. Я думал про бандитов он что ли, а потом как начал что-то дальше лепить, то я точно что-то не так прочёл. Один из которых ведёт в некую секретную лабораторию. Меня, естественно, заинтересовало это место. Хочется узнать побольше информации о нём. Так что, если найдёшь там что-нибудь интересное, то дай мне знать. Я наградой не обижу. Конечно. Что-то ещё? Короче, на Ростоке контролёр обитает. Силы немерено. За раз может целый отряд свою зондеркоманду превратить. Задание сложное, но если найдёшь способ завалить его, то плачу 10 тысяч. И принеси мне его голову на память. Лады? Мы возьмём на потом. Потому что мало ли, как во флайне происходят дела. Может быть, его убьют. Тело исчезнет. И в итоге задание провалится. Или зависнет, кто знает. В любом случае, лучше на потом. Так. Для начала что-то немножко громко играет. Надо потише. Для начала давай выйдем отсюда и... Энергетика. Так. Это у нас кто? Моряк. А где у нас... Понятно. А не наверху. Надо попробовать пообщаться с ними. Кстати, сколько время? Шесть часов. Я не знаю, есть ли смысл... Что? Всё? Его кто-то убил? Ух ты! Здорово. Это очень здорово. Нам облегчили задачу. Однако, всё равно здесь... На поиск... КПК. Квест ИСИК. И нам всё равно придётся. Так, жоркий артист. Кому-то пришёл дорогу. Как требащись, ты пытайся в головного. Нормальная снаряга такая усиплала. Это за ним проследить нам нужно будет. И где-то здесь ещё... Как там его? Так, здесь есть сиплый, моряк, мясник. А, он, по-моему, про моряка говорил ещё. То есть, он говорил моряк и сиплый. У сиплого репутация очень плохая. Моряк начинающий, а этот опытный. То есть, по идее, сиплый и правда украл его автомат. Но мы проверим. У лысого репутация превосходна. Репутация отличная. То есть, по идее, как бы, репутация здесь тоже играет очень хорошую роль. Ну, то есть, если разработчик этой модификации учитывал это, то, я думаю, он на это и опирался. То есть, по сути, если будут диалоги с такими вот людьми, то, конечно же, им верить крайне не стоит. Маловероятно, что они говорят правду. Так, слушай, тут добавили интересные места. И вот эти места мне что-то вот... Где-то я уже это видел. В каком-то трейлере про мод Frozen. По-моему, так назывался. Frozen, Frozen. Короче, тут немножко не добавлено много чего. Но вот это я вот помню. Что-то подобное такое вот было. Там красивая графика. Там пыльца летала. Ну, короче, много чего интересного, красивого. Так, а что у нас тут? Слышал, Сидорович его ищет. Ага, ищет. Так, пойдем, уничтожим мутантов, пока еще не слишком темно. Тем более, у нас автомат сейчас скоро уже сдохнет. Поэтому... Стоп. Понятно. ПМ. Я вот не вижу, с какого состояния его можно... Мне может быть использование ниже уровня 5%. 5%? То есть, хотите сказать, что это уже меньше 5%? Я правильно понял? По идее, она дорогая, раз она 5%. Нехило. Ладно. Идем, короче, в это место. Стоп, мы не туда бежим. И давай лучше съедим что-нибудь. Такое вот. Вкусное. Питательное. И водички выпьем тоже. Я вот сейчас немножко уже подуставший. Сам понимаешь. После работы пришел. Ой. Еще и завтра выходить. Уже, блин, не терпится постримить. И коты, и кабаны. Попал. Я не понимаю, они воюют между собой? Или они просто не могут выйти из своего смарта? Слушай, а почему у меня патроны не меняются? Не понял. Какая же там клавиша? Подствольник, перезарядить. Так, 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 так. Стой. А. Стоп. Так у меня Y не нажимал. Не работает. О-о-о-о. Понятно. Началось опять. Ладно, давай, сейчас перезагрузимся. Ну, это такой вот небольшой баг. Который, возможно, уже исправили. Но я патч такие не смотрел. И все-таки не искал мне. Падма. А, ну у нас получается... Тю, я думал, это тоже подходит. Ух ты ж, е-мое. Но они все-таки не могут выйти из своего смарт-трейна. И они все дружат между собой. Надо же. Субтитры сделал DimaTorzok Ах, их двое. Но их лучше с дробовика уже завалить. Ах, их больше. Или я не завалил? Отлично. Ну что ж. Собираем добычу. Идем. Сейчас посмотрим, что у нас тут рядышком имеется. Ничего. А ну и идем сдавать задание. Итак, тут оказался поблизости еще один квест охота на зомби. Я его не заметил просто потому, что... Ну, бело по белому. Сам понимаешь. Будем их с пистолета убивать, потому что дробовик у меня в любой момент может испортиться. А он лучше понадобится мне еще для мутантов. Потому что зомби я могу убить и так. Раз и все. Вот как-то долго мы, конечно, его убивали. Слушай, вас тут много слишком. Прячемся. Отлично. Так, вроде все толпу завалили эту. Вот это долго он умирает. Бей врага. Бей врага. Ах ты, тварь. Все, отлично. Воу. Ха-ха. Давай попьем. Отлично. Ну что, все. Мы выполнили этот интересный прям квест. Ну. Что ж поделать. Зато у нас будут интересные дальше квесты. Ну, это так. Уничтожение мутантов, зомбарей. Это так себе квесты. А вот интересно. Обследовать тоннель. Или сопроводить группу долговцев. Куда они там пойдут. И с кем придется повоевать. Это вот интересно. И что еще интересно. Это на... Вот это вот. Со сталкерами там. Короче. Игра вулхаря. Посмотрим, кто там. Че там. Как там. Еще квесты у нас предстоят. На... Ну, наверное. На Агропроме. Там база сталкеров же. И... На локации бар. Тоже там. Квесты. Все. По идее. Больше мест таких нет. Ну, возможно. Еще мы вернемся к бармену. Там еще куда-то после этих квестов. И появятся еще какие-то квесты. Которые были скрыты. Ну, думаю. Все... Все впереди. Мы сейчас... Посмотрим. И пойдем дальше. Пойдем, я думаю. Поспим. Дождемся ночи. Проследим. Выполним этот квест. Уже. И... Пойдем в тот тоннель. Ну, возможно. Поспим еще раз. До утра. И потом пойдем в тот тоннель. Не знаю, как здесь... Видимость. А, хотя стоп. По-моему... Не, не знаю все-таки. Насчет видимости... НПС. Как они там... Стелс пройдет, не пройдет. То есть, по идее. В Чернобыле там... По стелсу можно было. Но кто знает. Как тут делали. Может тут что-то переделали. Потому что ночью должны... Не должны бандиты меня видеть. Ну, что ж. Бежим на базу. Красиво сейчас. Довольно красиво так. Ну, правда. Солнце вон за горой. Мы его не видим. И немножко темновато. Не спорю. Оба-на. А он пошел уже куда-то. Стоп-пэ, стоп-пэ. Надо сохраниться как-то. Чтобы он нас не заметил вдруг. Вроде еще не ночь. Но почти 9 часов. Однако он уже пошел. Ну что ж. Идем за ним. Раз так. Куда же ты направился, падла? Скорее всего вот сюда. Интересное место. Осмотрим его. Вместе с трупом. Сиплого. Так. Он идет за гору. Отлично. Можно ускориться. Хотя лучше. Я не знаю. Как он нас заметит. Что будет. То есть. Может надо будет. Подойти в притык. Или подойти. Ну, чтобы он глазами нас увидел. Тогда он нас заметит. Может тут по расстоянию нас заметит. Ну, то есть. Кто знает. Как тут по квесту сделано. По логике квеста. Поэтому лучше будем держаться на. Достаточно. Нормальном расстоянии. Чтобы нас. Не засекали. Давай съедим колбаску. Потому что она может испортиться. Тут сразу три порции. Ой, красота. Слушай, как это он прошел. Я не могу подняться. Водицы, конечно же. Попей. Сохранимся еще раз. Так. Окей. А ну-ка, давай посмотрим, что будет, если мы сейчас наткнемся на него. Ну, что будет, если он меня заметит. Вау. Вот это было нехило. Так, всадил нас нормально так дробью. Что сразу мы померли. А он, блин, меткий. Падла. Так, стоп. Что это, черт возьми, было? Так, отлично. Здесь забор. Так, стоп. Тайник. Где он? Ты заметил, где он осматривал? Что он осматривал? Черт подери. Я не заметил. Черт. Я как-то простыкал этот момент. Он где-то был вот здесь. Вот здесь он прямо что-то смотрел. Но здесь тайника я не вижу. Черт. Надо перезагрузиться. По-другому никак. Я как-то провтыкал, но я вот смотрю, он что-то здесь лындает. И, оказывается, тут тайника нету. Возможно, он осмотрел его, прошелся, и тогда уже квест обновился. А, вот. Отлично. Мы нашли. Нет, смотри, здесь не то. Для забивания гвоздей. То есть, его вообще на, не надо. Странно. Толстая амбарная тетрадь в переплете. Многие страницы вырваны, и лишь из них на одной можно прочесть следующий текст. Сегодня ночью величие снова озарило меня. Он приказал найти наших братьев и дал время на подготовку к особому делу. Я спросил его, как поступить с неверными, но он ответил, что их время еще не пришло. Меня трясет и от ярости, когда я вижу неверных. Но если его воля такова, то значит, нужно смиренно ждать дальнейшего приказа. Любопытно. Но что было бы, если мы его убили бы? Наверняка мы бы просто пришли к лысому. Так, так, так. мы рассказали бы ему об этом. И, наверное, квест завершился бы. Стоп, что? А что это вдруг стал врагом? Странно. ой, черт. Ладно, давай осмотрим КПК. Понятно. Интересный дробовик, согласитесь. Вообще мощный. Смотри, я сейчас хочу сделать так. Я сейчас спокойно хочу обойти, чтобы Сипл не стал врагом. То есть, он становится монолитовцем. монолитовцем. Так, где мы сейчас? Черт, я не сохранился, что ли? Да не может такого быть. Проклятие. Короче, мы сейчас его обойдем, туда-сё, и посмотрим, что из этого получится. Чтоб 100. Почему не могу? Осмотри тайник. Отлично. Всё. Итак, что же нам скажет лысый? Я нашел тайник лысого, но никакого оружия там не было, только какая-то бредовая записка. Вот она. Выброси ее, она нам ни к чему. Он постоянно такое пишет. Местник замучился после него мусор убирать. Все салфетки перевел. Дальше-то что будем делать? Так, ну, значит, это он не это не он украл, а моряк. Попробуй разговаривать его, возможно, этим все и обойдется. Хм, странно. Но от этим потом. Привет, моряк, есть вопрос к тебе. Ты кто? Меня Альдруиз зовут. Будем знакомы. И я вот что хотел узнать. У одного человека пропало оружие, а говорит, что его украли. Не знаю, что бы это мог быть. Не знаю. Отвали. Да ты не нервничай, просто скажи, как есть. Если ты это сделал, то просто верни. То, что взял. Нет, у меня ничего не брал. Я это вообще не твоё дело. Так, я сейчас водки куплю. Ты никуда не уходи. И давай не борзей. Говори, куда ствол спрятал или живым отсюда не уйдёшь. Да пошёл ты. Ну, как знаешь. Стой, падла. Купить водки. Странно. Так, а ну-ка, быстрее, быстрее, быстрее. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, надо будет завалить сиплого и посмотрим, что тоже из этого получится. Стоять, падла. Ты куда, мразь? А ну, стой мне, стрелять буду. Какой-то быстрый попался. Ого! Охренеть! У меня сразу вылет произошёл. Вот это классно перешёл. Эх, какой-то график point level I'd not found. А, ну да. Понятно. Слушай, получается, это что? То есть, переход там есть в тёмную долину, но тёмной долины нету, но он, получается, не может перейти, потому что нет локации. Недоступно. Но переход есть, сталкер бежит туда, он текает от меня. Мы можем перейти по переходу, но не перейти на локацию. Произвёт вылет. Ой, опять я это сделал, случайно, нажал на автосейф, просто на автосейф нажал. А, нет, я случайно два раза нажал. Чёрт. Короче, сейчас удалим этот сразу автосейф, чтобы он нам не маячил перед глазами. И попробуем загрузиться и посмотрим. А, нет, что? Я не два раза нажал, но почему-то не хочет. Тупо не хочет на него нажиматься, представь себе. Придётся аккуратно быть. И тогда наш... Ну, либо просто с папки удалить. Ладно, давай тогда загрузим свалку. Сейчас вот это вот место. Пойдём убьём Сиплова тогда. Потом вернёмся. Ну, то есть посмотрим, что будет, что с этим получится. По идее, что там было? Поговорить с мясником вроде? Или с лысым? Я не помню уже. Ладно. Короче, лысому плевать наверное на того парня, раз у него нет АК для него. Потому мы пойдём к мяснику. сейчас мы загрузим посмотрим, что к чему. И думаю на этом мы закончим. А уже разговор с этим парнем мы оставим на потом. Интересно, да, получается? Смотри. Монолитовец. Какой-то пидорок, который от нас текает. Странно. Да ещё такой борзый, наглый, сразу убегает с бара и просто нам его не догнать. То есть этот вариант уже сразу отпадает. Можно сразу вычеркнуть его. Ничего не произойдёт. Ну то есть он убежит и всё наверное квест провалится, так как мы дальше ничего не сможем сделать. Инструменты требуются большинству механиков. Для выполнения ну короче мы это всё читали. Вот он можно найти не только в заданиях но и наградах задания но и тайниках. кстати и куплены у торговцев. А ещё находятся в труднодоступных локациях. Надо же. Обычно я находил в кола-чернобоге в тайниках и при выполнении задания. Так ладно вот мы а ну давай сразу чтобы интереснее было убьём сиплова и посмотрим что получится всё сейчас его убьют отлично отлично главное успеть дробовик забрать стоп стоп где-то стоять стоять это моё вернуться к высому всё равно это мы вбрасываем вбрасываем любопытно я ещё будет попробую как-нибудь ну сейчас посмотрим что из этого получится а потом возможно попробую сначала поговорить с лысым а потом его убить кто знает кто знает что будет ну что лысый я нашёл там бла 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 короче что дальше делать ничего поговорить с моряком что то то есть всё равно серьёзно ладно понятно ну что ж ладно на этом всё мы закончим ставим пальцы вверх комментируем делимся видео обязательно комментируем потому что мне очень важны ваши комментарии ваше мнение ну и тому подобное подписываемся на канал группу вконтакте подписываемся на мой инстаграм ну и на этом всё до следующих встреч с вами был Артём ещё раз напоминаю хотя вы уже знаете ну и на этом мы закончим серию всем пока